Всем привет, меня зовут Ксения. Если вы хоть как-то связаны с трейдингом, криптовалютой и так далее, я вам очень рекомендую посмотреть это видео, оно будет коротким, но очень информативным. Сегодня я хочу рассказать про три очень часто встречающихся схемы мошенничества, потому что рынок криптовалют ежедневно развивается, десятки, даже сотни тысяч новых людей, новых трейдеров, новых инвесторов появляются. И поэтому не все могут разузнать, когда их обманывают, и если вы хоть раз попадетесь на такой схеме, потом на другой, потом на третий, по итогу все ваше желание, весь ваш потенциал просто затухнет, просто вы подумаете, что здесь нельзя заработать, что здесь одни мошенники. Пошло все в пи... Но на самом деле вот эти вот схемы, о которых я сейчас вам скажу, они все имеют примерно вот одно описание, и если вы наткнетесь на что-то подобное, вы уже точно будете знать, что вас разводят прям вот 100%. Первая схема, на которой я буквально в конце декабря потеряла 82 доллара, ну да, 82 доллара, казалось бы, не так много, сколько там? 5-6 тысяч рублей. Но тема неприятная, для меня эти 5 тысяч это ничего, для вас эти 5 тысяч это могут быть там четверть зарплаты. Эти мошенники скупают каналы, скупают за бешеные бабки раскрученные каналы, вы сейчас наверняка видели очень много вот этих телеграм-каналов, которые каждый день рекламятся, в каналах популярных трейдеров выходит всякая реклама, и вот они набирают таким образом аудиторию, и потом продают этот канал. За бешеные, прям за миллионы. Поразительно. Далее в этом канале начинает пиариться какая-то монетка, типа будет листинг там на Binance, типа вот давайте сейчас вкладываться, показывают, как вкладывают туда сотни тысяч долларов, типа вот уже плюс тысячи процентов, докупаю еще на 20 тысяч, еще плюс пять тысяч процентов, докупаю еще, короче. И вот таким вот образом я на это попалась, понимаете, у меня столько опыта, я знаю столько вот, как людей разводят, просто я попалась на это, думаю, ну дай попробую, может мои 82 доллара там в 80 тысяч долларов превратятся, а нифига подобного. Вы покупаете этот просто какой-то ноунейм, который типа по инсайдерской информации будет выходить на биржу, что вот после листинга сразу будет подъем. По итогу вот так вот накупают-накупают люди этих монеток, и цена действительно там в первые два дня показывается на каком-нибудь панкейке, что цена растет. А по факту затухание происходит на третий-четвертый день, падение, затухание и так далее. И эту монету вы не можете просто-напросто продать. У меня какая-то что-то там Legion Network, скрин вот так на фоне выложу, вы поймете, 810 монеток я купила. И все, продать я их не могу, я писала админу, он такой, жди типа листинга. Тогда типа этот листинг должен был быть 3 января, я пишу, почему, типа почему вы так решили, что будет листинг, нигде инфы нет. Инсайдерская информация, окей, пишу 3 января ему, как продать монетки, а он просто берет и удаляет эту переписку. А разве что-то может пойти не так? То есть я даже не могу вам выложить скрин, но по сути сейчас эта схема вся одна. И через несколько дней только возле этих каналов появляется такой знак типа скам. То есть поступает много жалоб и администрация телеги, они помечают этот канал как скам. Но до того времени, пока этот канал не помечен данным значком, люди попадаются, люди ведутся. Следующая тема, она в принципе тоже сейчас развита вот в этих же каналах, в этих популярных, это раскрутки счета. Типа мне подписчик скинул 10 тысяч, я из этих 10 тысяч сделал 25, типа прибыль у него, 5 прибыль у меня. Да бред, это все дичайший, просто бред, понимаете? Вы серьезно? Какому трейдеру будет выгодно брать ваши деньги и делиться с вами прибылью, если трейдер, успешный трейдер возьмет, я возьму свои деньги, я их вложу, я с них заработаю, ни с кем делиться не нужно. Просто в чем, вот здесь включайте логику, если кто-то просит у вас деньги на раскрутку депозита, никогда никому ничего не скидывайте, никогда не давайте свои аккаунты. Даже если взять те же самые ставки на спор, там берут два аккаунта на раскрутку, там на одном открывается, там на победу первого, на втором открывается на победу второго и кто-то из них выигрывает. Таким образом капер получает там эти 50%. В этом случае в крипте люди скидывают свои кровно заработанные деньги этим мошенникам в крипте, то есть даже правоохранительные органы, они никак это отследить не смогут. Ну, к сожалению или к счастью, у нас это не контролируется законом. Это Россия. Просто запишите у себя в голове, что если кто-то у вас просит деньги на раскрутку депозита, если кто-то вам говорит, я сейчас вам сделаю иксы, сразу бегите от этого человека. Никому не будет выгодно тратить свое время и просто с кем-то делиться прибылью. Такие проценты, которые там показывают, типа с 10 тысяч долларов сделал 200 тысяч долларов. Такие проценты, которые они делают, что ему мешает, не знаю, почку пойти продать, даже если у него ни копейки нет. Он успешный трейдер, он может иксы за сутки делать. И третья схема, она такая, она немножечко граничит со второй, когда создаются фейки. У меня есть куча фейков, я их периодически баню, что в инсте, там, что в телеге и так далее. И эти фейки пишут подписчикам в личку, типа вот, у меня такая акция, так, так и так. По итогу вы скидываете деньги, вы думаете, что вас кинул какой-то трейдер с ютуба, а по факту вас кинули мошенники, которые добавили себе фотографии. Запомните такую штуку, что ни один из трейдеров с ютуба, нормальных трейдеров, не мошенников, не будет никогда вам писать первый. Все эти ссылки, аккаунты, там, раскрутки и так далее, это все фейки, это все мошенники. Всегда проверяйте, если от имени какого-то трейдера вам поступило сообщение, там, на вас подписались в инстаграме. Проверяйте информацию, проверьте тот ли это инстаграм. В инстаграме они одну букву могут поменять, вы просто не заметите, что они букву поменяли, и подумайте, что реально это этот трейдер. У меня такое было, и мне потом люди писали, вот ты там кидаешь. Я не кидаю, это фейки, вы просто на это ведетесь. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, я надеюсь, что оно было для вас информативным, и что вы никогда не попадетесь на мошенников. Если вы когда-то попадались на таких мошенников, напишите об этом в комментариях, поделитесь просто информацией, мне было бы интересно почитать. Желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!